И США уходит из Афганистана, оставляет там вооружение и военное оборудование на 85 миллиардов, написал воскресение сын Дональда Трампа, Трамп младший и так далее. То есть большое количество оставили оружие, большое количество техники, вот сейчас пишут, но я не стал показывать эти фотки, значит, что они имеют, 22 174 Хаммера, 22 174, 634 бронетранспортера, Ми-117 бронетранспортер, с башней, потом бронемашин, помимо Хаммеров, еще 155 гусеничных бронетранспортеров, 169, ну таких типа Тойоты с грузовичков, 42 тысячи, 64 тысячи, 1363 пулемета, 8 тысяч грузовиков, 162 тысячи радиостанций, значит, 16 тысяч приборов ночного видения, 158 тысяч 530 штурмовых винтовок, 126 тысяч 295 пистолетов, 176 тысяч пушек, 33 вертолета Ми-17, 33 вертолета Блэхак, значит, 43 МД-530 вертолета, 4 Си-130 транспортных самолетов, это еще и просто транспортных, интересно, или может быть это переоборудованный подлетающий этот цирк, да, то есть там, где установлены турельные всякие пулеметы, пушки и все, что хочешь, 23 Эмбраера Тукана, но это штурмовики, Сесна 208, 28 штук, и Сесна С-208, ну это проработанный, я вам показывал тот вариант, который стреляет 10 штук ракетами и прочее, 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 ну так, нормально они поживились, просто очень нормально, иметь такое оружие можно уже с Путиным воевать совершенно смело, жаль, они не будут, конечно, Вы помните, первый день я даже еще до того, как талибы захватили Кабул, высказывал мысль, что может быть это все делается для того, чтобы так вроде бы случайно и без проблем их вооружить, современным оружием в огромном количестве, Никто не смог бы их вооружить в таком огромном количестве, кроме американцев, видите, как у них хорошо получилось, американцы сейчас разделились на два лагеря, один кричит, надо было заканчивать войну, потому что полторы тысячи военных за 20 лет потеряли, вопрос к этому лагерю, А сколько на территории Соединенных Штатов за 20 лет потеряли военных, я вот не считал, но я уверен, что цифра будет гораздо больше, чем полторы тысячи, чем погибло в Афганистане, знаете почему? Потому что на войне в таких условиях люди очень серьезно себя ведут, а в условиях мира военные ведут себя совсем не серьезно, поэтому потери небоевые в Соединенных Штатах гораздо выше, чем у контингента в Афганистане, я это не знаю, я не видел цифр, но я могу поспорить на любую сумму, что гораздо выше, многократно, так что Что можно сказать, вот меня спрашивают, в чем ошибка Байдена, да, ну вы знаете, я думаю, что Если бы Байден сказал нет Путину, если Байден сказал нет Талибам, если Байден сказал нет Китаю, да, то у Соединенных Штатов не было никаких проблем, вообще никаких То есть там говорят, вот 20 лет там был потрачен 1 триллион, чего 1 триллион потрачен? Долларов, так американцы их рисуют, что они еще 1 триллион, что ли, не нарисуют? Или 2 триллиона? За это время цена американских компаний, вот за эти 20 лет, выросла от нескольких миллиардов, да, таких, как компания Apple, да, стоили они там по несколько, по 2, по 3 миллиарда, да, компания Маска вообще ничего не стоила, потому что ее не было И они выросли по 1-2 триллиона стоят, эти компании только О чем они говорят, еще в голову вот компасируют, про деньги рассказывают, что вот они там спасли для бюджета триллион Когда в Штатах это, кого интересовало? Да Вот если бы Байден выступил, да, и сказал там, что все, кто там залупается на Штаты, закончат как Сулеймани, независимо от того, где они сидят в Пекине, там, в Москве, да, в Дахе или еще Вот это было бы выступление, скажут, прилетит беспилотник и зачистит вас, ребята Вот тогда, я думаю, люди серьезнее к нему отнеслись Когда мы говорим про США, нужно помнить одну аксиому Когда у тебя вся сила мира, дипломатическому искусству Даже так, когда у тебя вся сила мира, дипломатическое искусство тебе может только навредить Не надо быть дипломатом Не надо быть дипломатом, когда у тебя вся сила мира Это вредно Вот такая аксиома Тогда Байден был бы Трампом Ну, понятно, что тогда Байден был бы Трампом Понимаете, ситуация какая? Я не знаю, был бы Байден Трампом или нет Но я знаю, что президент США должен понимать, что у него под руками, чем он управляет Понимаете? Если он хочет решать вопросы при помощи дипломатии Ему лучше было бы стать президентом, я не знаю, там, Люксембурга Слава, ты реально думаешь, какие-то талибы обыграли специалистов Пентагома? Думаешь, они случайно столько оружия отдали? Что за глупость? Я как раз об этом и говорю, что они не могли никого обыграть Какие нахер талибы? Нет никаких талибов Это выдумка Какие нахер талибы? Я думаю, чтобы вот осуществить поход на Кабул Собирали там этих талибов очень долго Потому что они еще и не собирались никак Вот меня спрашивают, зачем американцу нужно было договариваться с талибами? Ну, понятно, что не для того, чтобы вывести свои войска Войска, чтобы вывести, зачем? Кто такие талибы? С какой стати американцы, у которых такая силища, должны были договариваться? Они могли договариваться с законом правительства Афганистана Но, как видите, они его что-то опрокинули, это правительство Ну, на мой взгляд, вот спрашивают, что такое договор с талибами Ну, я думаю, что это акт предательства в отношении союзников То есть, самый натуральный акт предательства Ну, сейчас мы видим, что выясняется, что американцы договорились с талибами Чтобы те не взрывали ничего на территории Америки То есть, договорились с террористами, что те будут, значит, с волками договорились Что те будут вегетарианской пищей питаться Да, и тогда, значит, вот они не будут взрывать, а американцы уйдут Вернее, так, американцы вначале уйдут, а потом они не будут взрывать Посмотрим, как они не будут взрывать Представляете, если смешные талибы, смешные абсолютно Потребовали себе целый Афганистан за то, что они не будут взрывать Америку И они его получили Можете себе представить, что может получить Путин Ну, всю Европу, как минимум Да, или там Китай, что может получить от американцев Что они демонстрируют? Американцы, вот, во главе с Байденом Они демонстрируют абсолютно безответственное, безграмотное желание Ну, и попытку, естественно, оставить, остановить время Оставить все как есть Мы уже об этом говорили Их все устраивает, они хотят, чтобы вот так было А так не будет А кто-то их очень разводит Очень хорошо кто-то их разводит Да, давайте, вот, надо делать, чтобы вот сохранить статус-кво Но тот, кто предлагает это делать, понимает, что все вот так пойдет в разнос И все уже пошло в разнос Как можно одолеть Соединенные Штаты Да вот так можно Изнутри, только изнутри Это слишком мощная конструкция Мощнейшая конструкция в мире Как ты ее сломаешь Да, она должна под собственным весом провалиться Вот что должно быть Вячеслав, ваши догадки, для чего и зачем Американцы оставят такое огромное количество современного оружия в Афганистане А для чего оставлять оружие, что тут догадываться Оружие оставлять для того, чтобы воевать Вот и все Для того, чтобы воевали Не на территории Афганистана Там не с кем этим оружием воевать Нет Я думаю, в Средней Азии И что мы видели, да, в истории Мы видели, что после ухода из Афганистана сдулась Британская империя После ухода из Афганистана сдулась другая империя, которая называлась СССР Какая-то, да, какая-то плохая примета Я думаю, что будут и Соединенные Штаты сдуваться, что пошли они тем же путем И обратите внимание, как псевдолибералы всех мастей поддерживают Байдена, рассказывают, что он такой молодец, что там и так далее И это все те Они все вместе за что? Они все вместе за Байдена Который молодец, независимо ни от чего Я не был на выборах против Байдена Мне было пофиг, кто победит Трампа или Байдена Вообще по барабану Даже Байден был предпочтительнее Почему? Я говорю, потому что Трамп с ним мы все четко знаем А Байден это неопределенность Вот эта неопределенность выстрелила В совершенную определенность И мать 20-летнего морского пехотинца, погибшего в результате теракта в Афганистане Заявила, что назвала Байдена больным слабоумным куском дерьма Который даже не знает, что он в Белом доме И все еще думает, что он сенатор Я к чему прочитал Представьте, если в России Сколько в России убивало детей Потом их хоронили Я имею ввиду всяких военных Кого там на Донбассе прибили Еще где-то Их втихаря хоронили Даже не под именем, а под табличками И все матери молчали И не выпендривались То есть у Америки есть шанс, что открыто говорят такие вещи